Война нервов не прекращается. Война нервов не прекращается. Москва призывает избегать ажиотажа в связи с отказом Тегерана от его некоторых добровольных обязательств. На минувшей неделе, 4 июля, таможенная служба Гибралтара задержала при участии британских морских пехотинцев супертанкер с грузом иранской нефти, следовавший под флагом Панамы в Средиземное море. Администрация Гибралтара утверждает, что корабль водоизмещением 300 тысяч тонн подозревается в попытке доставить иранскую нефть на один из сирийских нефтеперерабатывающих заводов в нарушение санкции Евросоюза. В Лондоне признают, что захват был осуществлен по просьбе США для соблюдения режима санкций. В Иране уже пригрозили Великобритании ответными мерами. Отставной генерал Мохстин Ризай, командовавший Корпусом Стражи Исламской Революции в 1981-1997 годах, призвал захватить один из британских торговых кораблей, находящихся в Персидском заливе. А начальник Генштаба Вооруженных Сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багири заявил, что Исламская Республика Иран, Ири, даст ответ в подходящее время в подходящем месте. Заместитель министра иностранных дел Ири Аббаса Ракчи, разъясняя позицию своей страны, назвал захват судна пиратством в открытом море, однако не стал сообщать, куда следовал танкер. По его словам, корабль шел вокруг Африки потому, что он слишком большой для Суэцкого канала. Названный британским правительством Сирийский порт, отметил он, вообще не способен принимать супертанкеры. В минувшее же воскресенье в Тегеране объявили о переходе ко второму этапу сокращения обязательств по совместному всеобъемлющему плану действий СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, так как страны Евросоюза в течение 60 дней не выполнили требования Ирана в части, касающихся его экономических интересов. Заместитель министра иностранных дел Ирия Аббаса Ракчи предупредил, что его страна продолжит сокращать свои обязательства по СВПД каждые 60 дней. Ограничения, принятые на себя Ираном в рамках СВПД, которые еще окрестили ядерной сделкой, предполагали, в частности, что предельное количество обогащенного урана, до уровня 3,67%, не должно превышать в мире 300 килограммов. Но теперь, судя по заявлениям иранских официальных лиц, Ири не только не будет соблюдать этот лимит в 300 килограммах, но и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%. По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камаль Ванди, уровень обогащения урана увеличен до 4,5%. На эти шаги Тегерана, как и следовало ожидать, немедленно отреагировали в Вашингтоне. Ирану следовало бы проявлять осторожность в высказываниях относительно своей ядерной программы, заявил Дональд Трамп. И добавил, что Иран никогда не получит ядерное оружие. В свою очередь, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил, что удышающие санкции, которые США восстановили против Ирана в прошлом году, были лишь началом на пути принуждения Тегерана к отказу от ядерной программы. По его словам, США продолжат давление на Иран, пока он не откажется от своей программы создания ядерного оружия и не сядет за стол переговоров, чтобы заключить новую сделку, которая будет отвечать всем американским интересам. В Вашингтоне намерены вынудить Тегеран заключить новую ядерную сделку, которая будет отвечать всем американским интересам. Надо заметить, что сегодня в разговорах об иранской ядерной программе много лукавства со стороны Запада. Начнем с того, что, как указывают авторитетные независимые эксперты, получение оружейного урана путем его обогащения, оружейным считается уран, где доля изотопа И-235 составляет 90%, с использованием каскадов газовых центрифуг. Так это очень сложный и многоступенчатый технологический процесс и нет никаких подтверждений тому, что иранская наука им овладела. Достоверно известно, и в МАГАТЭ этого не отрицают, что на центрифужных обогатительных предприятиях Ирана получают не оружейный, металлический, уран, а гексофторит урана. В промышленном отношении он сам по себе бесполезен. Требуется его деконверсия, то есть. Химическая переработка. Иранцы до ядерной сделки обогащали гексофторит до 5%. Такая промышленная инфраструктура у иранцев имелась в Исфахане. Но и там они могли получить не оружейный уран, а диоксид урана. Из него же можно изготовить лишь топливные таблетки и затем собрать стержни для реакторов АЭС. Это, заметим, в общем-то укладывается в рамки сугубо мирного использования энергии атома. Патолог технологических возможностей урана, как принято считать в экспертном сообществе, это примерно 20% обогащение урана. Но на практике в этой стране производился, до СВПД, гексофторит урана с содержанием 19,75% урана-235. Он предназначался для маломощного исследовательского реактора, построенного, кстати, американцами во времена шаха в ядерном центре при Тегеранском университете. В комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с объявлениями иранских официальных лиц о намерении выйти за установленный СВПД уровень обогащения урана в понедельник было отмечено, что прозвучавший на пресс-конференции в Тегеране 7 июля заявление представителей МИД и Организации по атомной энергии Ирана о твердом намерении сделать следующий шаг в плане постепенного отказа от обязательств в рамках ядерной сделки не должны вызывать ажиотажа. Речь идет об исключительно добровольных обязательствах Ирана, взятых им в духе компромиссы и ради заключения СВПД. Вместе с тем условия сделки были давно и грубо нарушены. И сделал это, как мы все знаем, не Иран. Все юридические обязательства и перед агентством МАГАТЭ. Ред, и в рамках дня ОИРАН полностью соблюдает. Объект в Натанзе, как и все другие элементы иранской ядерной программы, находится под пристальным наблюдением инспекторов МАГАТЭ, а иранская сторона делает все от нее зависящие, чтобы помочь агентству, и обеспечивает абсолютную прозрачность всех проводимых работ, подчеркивается в комментарии внешнеполитического ведомства России. Марина Крижановская